Сегодня мы немного доработаем звук двигателя, затем сделаем отстрелы выхлопа, а в конце поговорим о тех настройках, которые позволят сделать более аркадное управление. Поехали! Начнем со звука. Откроем метасаунд нашего двигателя. И здесь я взял всю эту конструкцию, 5 вейвплееров и кроссфейд, и скопировал ее. Затем поменял звуки в вейвплеерах. И теперь нам нужно взять еще один кроссфейд, только с двумя пинами. Первый подключаем к этому кроссфейду, второй ко второму. Затем создадим новый input. Назовем его, например, throttle, то есть gas. Тип будет float. Перетаскиваем. Затем вызываем interp2. Эта функция будет делать нам интерполяцию этого значения. Время интерполяции у нас указывается в параметре interpType. Это у нас время в секундах. Я поставлю, например, 1. Затем value подключаем в кроссфейд value. Ну и out подключаем в output. Все. Давайте теперь проверим. Нажимаем play. Сейчас назначение throttle 0. Я ставлю теперь на единицу. И у нас плавно переходит значение. И звук, естественно, тоже плавно смешивается. Снова поставлю 0. И звук снова изменился. Сохраняем. Теперь переходим в blueprint автомобиля. Здесь на eventTick, где мы меняем параметр RPM, также вызываем функцию setFloatParameter. Подключаем. Название параметра указываем то, которое мы указали в MetaSound. И для того, чтобы получить какое-то значение, я создал функцию, которую я назвал getThrottle. В ней я беру vehicleMovementComponent. От него функцию getThrottleInput и getBreakInput. Затем я беру от getThrottleInput ее значение, которое она возвращает. Проверяю, больше ли оно 0. И также проверяю скорость. Также больше ли оно 0. И все это проверяется через end. От breakInput мы также проверяем, больше ли оно 0. Но от forwardSpeed в этом случае мы проверяем, меньше ли оно 0. То есть это нужно для того, чтобы у нас звук при торможении не менялся. То есть если мы тормозим, то у нас звук не будет меняться. А вот когда мы будем ехать назад или вперед ехать конкретно, то звук будет меняться. Затем оба end мы подключаем в or, то есть или. И через select проверяем значение. Если у нас это правда, тогда у нас будет единица. Если нет, тогда будет 0. Также в этой функции надо поставить галочку на параметры pure. Теперь мы можем ее вызвать. Подключаем в in float. Сохраняем. Компилируем. И давайте проверим, что у нас получилось. Я иду вперед. У нас один звук. Я держу сейчас кнопку. Отпускаю. И звук у нас изменился. Снова разгоняюсь. Снова отпускаю кнопку. Теперь давайте поедем назад. Теперь давайте сделаем отстрелы. Ну и для начала нам понадобится particle, то есть система частиц. Ее я делал с помощью системы не агара. Я буду вам показывать каждый параметр, а вы можете у себя сделать так же. Субтитры сделал DimaTorzok Текстуру огня я брал из стартового набора. Теперь давайте разберемся, как работает это все в коде. На event tick я повесил функцию, которую назвал flame. И выглядит она следующим образом. В первую очередь у нас идет проверка, где мы используем функцию getRottle, которую мы использовали чуть ранее. И она должна возвращать нам значение 0. Затем мы проверяем количество оборотов. В моем случае количество оборотов должно быть больше, либо равно 5000. И также проверяем скорость в милях в час. Скорость должна быть меньше 90. Если все это верно, тогда у нас идет следующая проверка, где мы используем функцию randomBullWithWeight. Где в wait, то есть шанс того, что у нас будет именно true, я указал 0.03. То есть у нас шанс того, что будет отстрел, он равен 3%. Если также true, тогда мы вызываем две функции spawnSystemAttached, где в attachToComponent мы подключаем mesh, то есть саму машину. AttachPointName также одинаково none. А также я взял партикл и сделал его как компонент в автомобиле. И разместил его возле выхопных труб, то есть там, где он должен быть. Если нажимал auto-activate, то мы сможем увидеть, как он будет у нас выглядеть в игре. Но auto-activate я отключил у обоих, чтобы они не работали. Они нужны только для того, чтобы просто знать, в каком месте и как поворачивать наш партикл, который мы будем spawn. Для первого мы используем Niagara1. Берем у него RelativeLocation и RelativeRotation. А для второго используем Niagara. И также LocationRotation используем. LocationType. KeepRelativeOffset. Auto-Destroy. Отмечаем. Auto-Activate тоже отмечаем. PullingMethod AutoRelease. Прикол-чек. Не отмечаем. Ну и давайте снова проверим, как это все работает. Пойдем вперед. Набираем 6000 оборотов. Отпускаем газ. И у нас появляется такой вот огонь из труб. Выхлопных. Снова набираю 5000 оборотов. Отпускаю газ. Можно поставить Weight на большее значение. Можно поставить на меньшее. Ну естественно, чем меньшее значение, тем меньше будет огня. Давайте поставим теперь на 0,01. Как видите, практически ничего не было. Поэтому, я думаю, 0,02 в принципе нормально будет. Теперь давайте разберем аркадные настройки. Первое, самое очевидное, находится в разделе Arcade Control. Тут много разных параметров в трех разделах. Первые два, вроде как я понял, позволяют управлять автомобилем в воздухе. То есть, например, у вас автомобиль находится в воздухе. Включаете Target Rotation Control. Ставите Roll Control Scaling на, допустим, 90. Max Angle на 45. Max Axle ставите там на 15, например. Auto Central Roll тоже там на 15 и так далее. В общем-то, это функции, которые за вас будут выравнивать автомобиль при, например, падении. Или когда, например, у вас он упал. Он должен по идее отскочить и, например, перевернуться. Но эти функции сами за вас автомобиль будет держать в ровном положении. Честно говоря, что делать тоже Control я не особо понимаю. Единственное, что мы делали, это Rotation Damping ставили на 15, когда делали мотоцикл. А последнее это Stabilize Control. Если его включим, то у нас автомобиль будет сам себя контролировать и не даст самому себе развернуться. То есть он будет контролировать обороты и крутящий момент так, чтобы было не слишком много, иначе он может развернуться. Следующее, что стоит настроить, это, наверное, Center of Mass Override. То есть центр тяжести. Его, ну, наверное, нужно сделать более низким. То есть, например, 35, да. Чтобы у нас автомобиль при пороте был буквально прижат, практически приклеен к земле. И, как видите, он у нас даже не наклоняется в вороте. Далее, я думаю, можно еще настроить Engine Rev Up MOI. Сделать его, например, на 100. Таким образом двигатель у нас будет разгоняться быстрее. Также мы делали Nitro в одной из прошлых частей. Ну, теперь давайте перейдем к колесам. У нас здесь есть Friction Force Multiplier. Это множитель силы трения колеса. Его, думаю, можно поставить на большее значение, чем здесь. Три, там, у меня столовина стоит здесь. Можно, например, поставить на пять или больше. Но, опять же, для того, чтобы правильно ходить в поворот, нужно Friction Force Multiplier ставить на передних колесах. Меньше, на задних больше. Об этом я уже три серии, три части подряд говорю. Последнее, наверное, самое важное называется Will Load Ratio. Это параметр. Он по умолчанию стоит на 0,5. И вот в описании написано, что это количество нагрузки на колесо. Это такой, знаете, условный параметр, потому что для максимального реализма его лучше ставить на единицу. То есть, чем больше скорость, тем больше нагрузка на колесо, значит, тем более цепким, можно так сказать, оно будет. Если же мы поставим на 0, то у нас сцепление будет постоянным при любой скорости, при любом скольжении и так далее. Также еще можно, например, ограничивать скорость максимальную. Для этого просто на Move Forward, да, у нас там, где у нас вызывается Set Throttle Input, можно, например, сделать Range. От Vehicle Movement Component взять GetSpeed в милях в час или просто, и умножить ее потом на 0,36, чтобы получить скорость в километрах в час. Ну и, например, проверяйте, больше ли она какого-то определенного значения, например, 60. Даже не так можно сделать. А вот на Throttle мы будем брать Select. И пик A будем, как раз таки, самую проверку подключать, да, и если же скорость больше, тогда мы не будем подавать значение с Move Forward, да, а будем подавать туда 0, чтобы не разгоняться. Ну, как видите, у нас теперь скорость 60-60 км в час. То есть мы больше 60-60 разогнаться не сможем. Еще, я думаю, можно сделать более, так скажем, аркадный дрифт, когда просто пробел зажимаешь и едешь боком. Но тут проблема в том, что я не знаю, как это сделать вообще. Ну, я где-то видел, что можно использовать на Mesh функцию Add Impulse Add Location. И там, в сторону направления автомобиля, давался импульс ему. Вот вам идея. Дальше можете ее развить. Ну, в общем-то, на этом все. Надеюсь, это видео было полезно кому-то. В следующей серии мы с вами сделаем повреждения. Ссылка на плейлист с остальными частями будет в описании. Там же в описании будет ссылка на ВК и Твиттер. Подписывайтесь там, подписывайтесь здесь. Ну, а на этом все. Всем удачи! Продолжение следует...